Здравствуйте! В эфире программа «Человек в городе». Сегодня в нашей студии герой России, почетный гражданин Рязани, Михаил Малахов. Михаил Георгиевич, здравствуйте! Здравствуйте! Так сложилось, что вот эти майские дни в нашем регионе и в стране празднуются 30-летие фестиваля знаменитого «Небо России». С 11 по 13 мая прошел первый фестиваль «Небо России» в истории. И вы, так уж сложилось, любите бывать в тех местах, которые другим недоступны, в том числе и в воздухе. Как вы связаны с воздухоплаванием, расскажите, и с фестивалем «Небо России» первым? Дело в том, что в 1989 году экспедиция под флагмон, мы шли, 8 человек из 7 стран, а мой товарищ и приятель Ричард Вебер, с которым мы год до этого были в составе экспедиции «Полярный мост» от России до Канады, тогда от Советского Союза, он был гидом для совершенно уникального проекта, который организовал и придумал англичанин Пол Лавал. Он решил осуществить подъем воздушного шара, теплового воздушного шара над Северным полюсом в 1989 год. И они сделали очень просто. Пол смастерил облегченный воздушный шар, облегченную картину, горелки газовые. Он такой человек очень с хорошими конструкторскими способностями. И пригласил Ричард Вебер, как одного из самых опытных полярных путешественников, быть для него гидом. Они просто на самолете долетели до района Северного полюса, и они пролетели над нашей экспедицией, вот это поле, значит, ледовая прогулка под флагмон, мы шли, помахали тогда друг другу руками. Когда мы финишировали, узнали потом, что да, все удачно, ребят, состоялось. 17 кг перед полюсом они приземлились, 17 кг стащили в корзину воздушного шара на полюс, и там взлетели, были очень вдохновлены. Это фактически был первый реальный полет воздушных шаров над северной точкой нашей планеты. После этого у Пола Лавала родилась идея взлететь над Южным полюсом. Представляете ситуацию? Мы сидим с моей женой, это был конец 89-го года, осень, на севере Англии, в доме у товарища Роберт Цвона, в прошлом году мы, телезрители вашей телекомпании, его здесь наблюдали, так сидели и писали книгу по вот этой экспедиции, ледовая прогулка под флагом ООН, и вдруг воздают звонок. Звонок из Канады. От Ричарда Вебера. Говорит, Майкл, Михаил, нет, Миша он меня зовет. Значит, вот с тобой хочется поговорить Пол Лавал. Я говорю, тот, который летал на воздушном шаре, да. Говорит, не вопрос, пусть звонит. Дальше раздает звонок с Югой Англии. Доктор Малков, this is Paul Laval, привет, Пол. И он говорит, совершенно неожиданно для меня вещь. Я хочу вас пригласить, быть доктором моей новой экспедиции. Мы будем поднимать воздушный шар над Южным полюсом. Знаете, я вот до этого рядом ни с какими воздушными шарами не стоял. Я видел где-то там в Канаде, где-то в Англии, вдали летают воздушные шары. И у меня всегда, когда я это видел, какая-то ситуация была историческая. Историческая из... Я очень хорошо в школе-то учился, любил очень историю. И помню, очень хорошо историю нам преподавали из краеведения, как рязанский подъящий Крикутной взлетел над Рязанью, на шаре надутым дымом вонючим и так далее. Вот, знаете, вот как-то это было. И вдруг мне говорят про этот воздушный шар, да еще где-то на Южном полюсе. Вот как-то вот все это вместе сложилось. И я неожиданно тогда для себя сказал, пол господин Лавал. Ну вот как так? Давайте сначала, может быть, прежде чем мы полетим на Южный полюс, мы все-таки в Рязани запустим воздушные шары. И рассказывая ему, история прикухнула. Вы знаете, пол был просто поражен. А почему бы и нет? Я говорю, давай приезжай в Рязань и посмотрим, можно ли у нас летать на воздушный шар. Вы знаете, через два месяца приезжает. Приезжает, поездил по Рязани. Сказал, что отличные места. Давай все это организуем. А я вдруг себя поймал на месте. Боже мой, я уже никогда в этом воздушный шаре не летал. Как я могу сейчас собрать людей, что-то там организовать? Когда я точно не знаю. Давай сначала ты меня прокати там. Я к тебе придет в Англию. Ты прокати, полетаем, посмотрим. Мы так и сделали. И когда я почувствовал, да, вообще это будет супер, конечно, событие. Ну, вы видели многие рязанцы, да, эти красивые воздушные шары. Вот. Я уже понял, что это может быть событие. Я уже понял, что я уже обречен. Но тогда все-таки это был 89-й год осень. Надо было что-то как-то это организовать. И прежде всего, конечно, получить разрешение. Не знаю, закрытый город, да. Ну, и тогда обратился к руководству нашей области. Там первым секретарем обкома КПСС был Леонид Иванович Хитрун. Пришел к Леониду Ивановичу, рассказал. Я сейчас ничего не понял. Сейчас, слушай. Я знаю, если ты что-то делаешь, ты доведешь до конца. Давай только гарантируй мне, что все будет безопасно. Не волнуйтесь, да. Зачем тебе им доволен? То есть, вот как родилась эта идея. Я, правда, не очень понимал, что к чему, все технические детали. Поэтому пригласил своего хорошего товарища, Льва Ваврина. Который человек, действительно, у него руки растут с того места, как нужно. Я знал технические вещи, он любую сообразит, как делать. Прежде всего, конечно, заправка газом. Потому что коннекторы английские, русские, на тот период советский, могли не совпадать. Я пригласил Льва Ваврина как такого технического инсультанта и ответственного за газовую часть проекта. Вот так родилась поздняя осенью 1989 года идея, которую полгода спустя мы реализовали в Рязани. Точно в эти дни, с 11 по 13 мая, провели первый в России международный фестиваль воздушных шаров. И особое название-то, оно родилось само по себе и очень красивое до сих пор крепившееся небо России. Когда какие-то проекты, которые мне удалось запустить и организовывать, которые живут, до сих пор я очень не меньше, чем Северный полюс, горжусь этим проектом. Здесь вот надо совершенно четко представлять. Давайте вспомним 1990 год. Действительно, не как сейчас кризис может быть такой, но тогда вот продуктов мало было на полках. Все были озабочены как детей своих накормить, и никто не понимал, что будет дальше. И надо, конечно, было иметь очень серьезную фантазию, чтобы людей на три дня оторвать от вот этих реальных жизненных непонятных проблем. И на три дня их обратить в детство. Я до сих пор горжусь, что вот нам это удалось, Рязани, подарить вот такой праздник. А было шесть из шарами большой, от театральной площади до стадиона, ЦСКА. Сколько было участников, вспомните сейчас, кто собрал? Где было театрализованное представление с этим крикутным. Каких-то лошадей мы пригоняли артисты. А потом, знаете, конечно, вот это феерия, как эти шары со стадиона взлетали, особенно первый шар. Ветер был часа полтора, наверное, больше часа точно. Не могли взлететь все, уже разложили шары, сидят. Зрители скучают на трибунах. Наше представление уже закончилось. Такое, что так происходит? Какие-то мужики ходят по полю, какие-то там тряпки растильные. И вдруг команда надувать. И все преобразовалось в одну минуту. Первый шар взлетал, я понял, очень хорошо, они были зафиксированы, там машину нагнали. Первый шар стал подниматься, забыли отцепить или не успели отцепить веревку, которую фиксировал к машине Нива. Шар взлетает, Нива это поднимается. Вот, с чем как-то успели эту веревку то ли обрезать, то ли этот узел развязать. Нива так вот падает, шар начинает шататься. И вдруг его несет прямо на футбольные ворота. Кстати, у них не убрали, да? Я хватаюсь за голову, не знаю, у них ворота еще нет. Он шар пролетает над воротами. Я с ужасом вижу, опять закрываю глаза, его несет на табло. Думаю, что после этого меня точно посадят. Надо дать должность мастерам, пилотам, которые, естественно, взлетели. Вот такую радость, которую я видел на глазах людей, 10 тысяч людей, заполнивших в стадион. Я потом ходил и смотрел. Знаете, я думаю, ну, боже мой, вот есть нечего. Непонятно, что будет впереди. А люди радуются. Я думаю, наверное, все-таки это самое большое предназначение – дарить радость людям. Ну, первого лампочка Ильича. Первый вот самолет, который, аэроплан, можно, наверное, было себе представить. И, знаете, после этого я уже… Это событие для меня было такое вот с точки зрения жизненных интересов. Оно было эпохальное. Я понял, что уже, наверное, все-таки я не вернусь к койке для того, чтобы лечить больных. Не буду приводавать студентам. Я просто буду заниматься вот этими проектами, которые дарят радость людям. И я, конечно, испытываю колоссальную дарость. Потому что 30 лет спустя – небо России, которое вот родилось просто в голове. И, знаете, вот просто как память или детская мечта давнишняя и хорошее знание все-таки истории, любовь к истории своей, да? Вот она была реализована, она дарила радость людям. И вот сейчас все проекты, которые мы делаем под флажем Русского географического общества нашего Рязанского областного отделения с нашей командой, фильмы, которые мы делаем, которые вы, большое спасибо, телекомпания, их тоже демонстрируете. Знаете, вот этот драйв, который я, помню, тогда испытал и во время походов на Северный полюс, и вот во время этого фестиваля, первого полета воздушных шаров, значит, он вот как-то вот так продолжается. И это вот как-то стимулирует на новые, еще более амбициозные, необычные проекты. Точка продолжения – все-таки наши с вами нормальные эмоции, наши с вами действительные чувства и, собственно, и правда о самих себе, к нашей истории. И хотелось бы сказать, что, пожалуй, на каждое поколение выпадают свои трудности, да? Да, сейчас у нас непростой период в стране, но стоит смотреть на примеры таких людей, как Михаил Георгиевич Малахов, помнить о том, что мир прекрасен, что у человека внутри есть сверхспособности, в себя нужно верить, нужно верить в людей вокруг себя и в сказку. Спасибо вам, что пришли к нам в студию. У нас в гостях был герой России Михаил Малахов. Мы прощаемся с вами до следующих выпусков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова